Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о такой теме, как применение судебной практики Верховного Суда. И наше законодательство настолько быстро меняется и настолько быстро и зачастую непредсказуемо меняются подходы, в том числе и высших судебных инстанций, к тем или иным судебным вопросам, что быть в курсе последних событий это уже не привилегия, а прямая обязанность любого маломальски грамотного юриста. И сегодня мы поговорим о бюллетне судебной практики Верховного Суда номер 2 за 2023 год. Да, дорогие друзья, время летит неумолимо и уже вышел второй бюллетень. Вот недавно мы обсуждали первый и вот уже вышел второй. Перед тем, как мы приступим к разговору об обзоре, который осуществлен в этом бюллетне, хочу вам напомнить, дорогие друзья, что если вам необходима помощь в составлении исковых заявлений, апелляционных, касационных жалоб, юридические консультации по тем или иным вопросам, обязательно обращайтесь, всегда с удовольствием поможем. Все контакты в описании к ролику. И, конечно же, дорогие друзья, не забываем подписаться на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Итак, дорогие друзья, бюллетень практики номер 2 в нашем мире, который изменяется с такой быстротой, что никакому писателю-фантасту это и не снилось, законы изменяются еще быстрее, чем этот непредсказуемый мир. И быть в курсе последних событий нам и помогают сборники судебных решений и иных позиций Верховного Суда, в которых подробнейшим образом рассматриваются те или иные позиции, как именно Верховный Суд подходит к решению тех или иных проблем. И, конечно же, это, дорогие друзья, как меня спросил один из моих любимых и уважаемых зрителей, те, кто смотрит этот канал, это люди очень и очень высокоинтеллектуальные, которые во многом разбираются. Конечно же, он меня спросил, а почему судебная практика должна быть единообразной? Я вот проживаю в Германии и у нас особый подход к судебной практике. Для чего единообразие и так далее? Дорогие друзья, единообразие судебной практики необходимо для того, чтобы был единый правовой режим на всем пространстве нашей бескрайней Родины и чтобы этот правовой режим служил в защите прав и интересов граждан. Поэтому, дорогие друзья, Верховный Суд и занимается обобщениями судебной практики и вырабатывает единообразный подход для всех без исключения судов Российской Федерации. Будь то суды во Владивостоке или будь то суды в Калининградской области, либо будь то суды на новых территориях Российской Федерации. Подход должен быть один. Поэтому, дорогие друзья, мы и анализируем практику Верховного Суда. Итак, если мы откроем бюллетень номер 2, первое, что бросится в глаза, это напечатанный в нем постановление Пленума о вопросах, связанных с возмещением морального вреда. Все, кто мало-мальски заинтересован в теме юриспруденции, конечно же, я настоятельно рекомендую прочитать это постановление Пленума или, если у вас есть вопросы, обращайтесь непосредственно ко мне, поскольку в этом постановлении Пленума подробнейшим образом рассмотрены вопросы о том, каким образом рассчитывать тот или иной моральный вред, как компенсировать моральный ущерб, что является основополагающим критерием при исчислении размера данного ущерба. Используется ли он в тех или иных правоотношениях, а он используется в максимальном количестве правоотношений. Это и отношения, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, с административными правоотношениями, с отношениями в области защиты прав потребителей, с причинением вреда здоровью, с причинением имущественного вреда, с причинением вреда, который связан с защитой чести и достоинства деловой репутации. И это сам по себе моральный вред, причиненный как самостоятельный источник, служащий возмещению тех или иных убытков и так далее. Поэтому, дорогие друзья, это очень и очень подробное постановление, в нем освещены последние подходы к возмещению морального ущерба. И, конечно же, дорогие друзья, он будет служить той путеводной звездой, которую будут использовать все без исключения суды в Российской Федерации, для того, чтобы вырабатывать и применять ту или иную судебную практику во всех без исключения спорах. Поэтому обязательно ознакомьтесь. Очень большой, большой, я бы сказал, такой огромный интерес вызывают последние именно мнения высшей судебной инстанции то, что касается помещений в многоквартирном доме. Эти вопросы, они всегда находятся на острие внимания граждан, поскольку здесь касается и услуг ЖКХ, жилищно-коммунальных услуг, и общей домовой собственности, за которую приходится платить все без исключения собственникам, то есть не только за свою квартиру, но и за подъезд, и за обслуживание придомовой территории. И здесь Верховный суд высказался то, что касательно реконструкции, перепланировки и иных действий, которые касаются собственности общей домовой. И здесь акцент Верховного суда на том, что необходимо согласие всех без исключения собственников жилых помещений, если это касается вопросов общей домовой собственники. И, конечно же, очень интересный подход Верховного суда к исчислению срока исковой давности. Здесь коллегия по экономическим спорам сказала свое веское слово, будучи наследницей вас, высшего арбитражного суда. Мне всегда очень нравится читать и определения, и постановления, подготовленные именно экономической коллегией, поскольку здесь чувствуется подход, который сформирован арбитражным процессом. И если сравнивать постановления, которые касаются экономических споров и постановления, которые касаются судов общей юрисдикции, то здесь очень тонко чувствуется разница в подходах. Подход со стороны экономического спора, подход делового человека, я бы сказал, и подход в судах общей юрисдикции, подход общеправовой, подход со стороны гражданских прав. Конечно же, оба подхода имеют право на жизнь, но именно разница в их формировании и продиктована тем, что в общей юрисдикции, как правило, на первое место становятся права человека, а непосредственно в эконом-спорах экономические интересы превалируют. И здесь более четко, я бы сказал, более сухо, более сжато. Но, дорогие друзья, это тема для отдельного разговора, как разнятся решения по экономическим спорам и в судах общей юрисдикции. Хотя, зачастую там рассматриваются одинаковые вопросы. И это уже очень и очень давний спор. Ведь зачастую решения высшего арбитражного суда противоречили позиции Верховного суда. И приходилось находить некие компромиссы, когда издавались совместные пленумы для решения тех или иных вопросов. Поэтому, дорогие друзья, эта линия сейчас нивелирована тем, что эконом-коллегия находится в составе Верховного суда. Но, тем не менее, особый подход к решению вопросов он остался. Его трудно не заметить профессионалу. Но, дорогие друзья, как говорится, при набитой руке это может заметить и человек, который просто участвует в тех или иных судебных процессах. Так вот, как нам сказала эконом-коллегия, начало течения срока исковой давности определяется тем моментом, когда истец, исходя из фактических обстоятельств дела, узнал или должен был узнать о нарушении его права ответчикам. Здесь неким особым образом трактуется положение статьи 200, которая касается начала течения срока исковой давности. Но применительно к отдельному спору не буду пересказывать. Достаточно объемный спор, но, дорогие друзья, настоятельно рекомендую почитать. Или, если у вас есть такие вопросы, обращайтесь непосредственно ко мне. Конечно же, очень много внимания уделено административным делам. И вот здесь то, что административных споров касательно выплаты пенсий, тоже очень и очень большой конгломерат дел. И, конечно же, дорогие друзья, интересен подход Верховного Суда. И здесь, конечно же, используются и правила выплаты пенсий, утвержденные приказом Минтруда и так далее. Те, кто интересуется пенсионной темой, настоятельно рекомендую ознакомиться с этим подходом. И, конечно же, дорогие друзья, здесь речь идет и об оспаривании приказов Минстроя и порядок заключения договоров по рыболовным участкам. В общем, настоятельно рекомендую, дорогие друзья, ознакомиться. Очень и очень интересные вопросы ставятся в подборке дел. По уголовным делам тоже очень много внимания уделено. Но здесь есть позиции по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Очень и очень принципиальные позиции касаемо единого умысла, направленного на приобретение большого количества наркотических средств. При нескольких эпизодах стоит ознакомиться с этой позицией. И, конечно, то, что, дорогие друзья, мы будем подробнейшим образом считать это анонсом будущих роликов. Здесь, в этом бюллетне, это то, что я всегда люблю и то, что мне очень нравится в позициях Верховного Суда. Очень большое внимание отдельным вопросам касационной и апелляционной практики судов, касационной и апелляционной ветви уделено. И здесь, дорогие друзья, то, что касается исследования обстоятельств врачебной тайны. То, что касается 314 Уголовно-процессуального кодекса. И, конечно, дорогие друзья, эти подходы мы будем освещать в отдельных роликах. Очень интересен раздел, посвященный обзору судебной практики с самовольным строительством, связанными. Поскольку таких дел масса. Здесь, конечно, подробнейшим образом 222-я профильная статья рассматривается. Но, дорогие друзья, те, кто когда-либо имел дело с самовольным строительством, Конечно же, 222-ю знают наизусть. Но, дорогие друзья, новые знания лишними не будут. Настоятельно рекомендую ознакомиться. Также здесь много внимания уделяется строительству земельным участкам, многоквартирным домам и так далее. Вопросов по строительству масса рассмотрена. Все под очень интересными углами. Поэтому, если интересует строительная практика и то, что связано с жилыми строениями, земельными участками, многоквартирными домами, очень подробно рассмотрено. И, конечно же, дорогие друзья, здесь подборка дел. Рассмотрено более десятка дел. И в каждом из них идет речь о тех или иных моментах, связанных именно со стройкой. И, конечно же, дорогие друзья, в конце бюллетня очень интересный раздел. То, что мне очень нравится. Это вопросы применения норм процессуального законодательства. И, конечно же, здесь речь идет и о невозможности отказа в иске, если истец указал не ту норму права. И, конечно же, здесь речь идет о правах и интересах лица, которые нарушены самовольной постройкой. Поскольку это очень часто происходит при самовольном строительстве. О судебных издержках высказал свое мнение суд. И, конечно же, об утверждении мирового соглашения. В общем, дорогие друзья, очень и очень интересные темы затронуты. Поэтому пересказывать бюллетень, он достаточно объемный, более 40 страниц. И, конечно же, дорогие друзья, каждую тему, каждая тема заслуживает отдельного разговора. Отдельные темы мы просто обсудим в отдельных роликах. Поэтому, дорогие друзья, настоятельно рекомендую еще раз ознакомиться с бюллетнем. И, конечно же, если у вас какие-то вопросы возникают, не забывайте обращаться к нам. Всегда с удовольствием поможем в составлении исковых заявлений, апелляционных, касационных жалоб. И, конечно же, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Счастливо!